Здравствуйте! В эфире «Арсенал» в студии Владимир Бурко. Под Минском завершили соревнования специальных подразделений силовых структур Беларуси. В течение нескольких дней в упорной борьбе команды тестировали свои профессиональные навыки. За ходом состязания наблюдала наша съемочная группа. Нынешнее соревнование спецподразделений проходит по программе, которая включает в себя десятки различных упражнений, заточенных под каждого сотрудника группы. Если штурмовикам, к примеру, предстоит свалка и поезд, то пулеметчики участвуют в патруле, а снайперы борются за бронзовую монету. Когда с расстояния в несколько сотен метров нужно попасть буквально в копейку. Соревнования специальных подразделений силовых ведомств Беларуси проводятся уже пятый раз. В этом году в нем принимают участие семь команд. Две из них представляют силы специальных операций. Для сил специальных операций характерны действия больше в лесисто-болосистой местности, но те навыки, опыт, приобретенный в ходе соревнований, помогают им выполнять задачи и применительно к нашим условиям. Соревнования являются проверкой дуального мастерства и выучкой участников. Это длительные часы и занятия боевой деятельностью, боевой службой, боевой учебой. И как результат здесь подводится итог. В различных упражнениях, в различных квалификациях проверяется все то, что за год было пройдено и какой навык был получен. В течение четырех дней бойцы работают на индивидуальный зачет по профилю подготовки и участвуют в групповых этапах. Организаторы стремятся максимально разнообразить состязания и дополнить элементы своего рода ведомственным колоритом. Добавляются элементы сложности снайперам, пулеметчикам, саперам. Допустим, увеличивается степень хитрости террористов по самодельным взрывным устройствам, и наши взрывотехники и саперы должны им уметь противодействовать. Как говорился, спецназ как железо без работы ржавеет, поэтому учебно-боевые соревнования должны опережать возможные риски, угрозы и вызовы. Наиболее актуальные сегодня – террористические, поэтому по сценарию одного из эпизодов группам необходимо штурмовать здания с бандитами, которые силой удерживают заложников. Задача высотно-штурмовой группы – проникнуть на крышу здания через пожарную лестницу, закрепиться, если используем альпинистского снаряжения, веревки, проникнуть через окно седьмого этажа, уничтожить преступника со зряным устройством и доложить старшему оперативной группе. Организаторы подчеркивают, несмотря на очевидную разницу в повседневной деятельности, все участники находятся в равных условиях. Понятно, что работать в зданиях сподручнее Альфи или СОБРу, но пограничные ОСАМ или Силы специальных операций имеют своего рода преимущество на полевых этапах. Представители команды Силы специальных операций имеют программу подготовки схожую с остальными подразделениями специального назначения силовых структур государства и поэтому составляют достойную конкуренцию. На каждом этапе разница между участниками такая мизерная. Это свидетельство о том, что вырос общий уровень всех команд. Результаты соревнования спецподразделений до последнего остаются загадкой не только для команд, но и для организаторов турнира. Расстановку сил на птидестале уже в крайний день решает дуэльная стрельба, которая проводится по Олимпийской системе. В итоге первое место завоевывает команда специального отряда быстрого реагирования МВД. Серебро у группы А Комитета госбезопасности. Бронзовыми призерами становятся десантники сил специальных операций Беларуси. Впрочем, на подобных турнирах проигравших нет. В качестве бонуса все участники получают бесценный опыт, добытый в честной борьбе. В Беларуси продолжается призывная кампания. 8 тысяч солдат-срочников в ноябре пополнят ряды вооруженных сил. Еще полторы тысячи пройдут службу в резерве. Первая отправка войска состоится на следующей неделе. Наш специальный корреспондент Анна Чижлиташ пообщалась с призывниками и узнала, с каким настроением они идут в армию. Целеустремленные, энергичные, уверенные в своих силах. Они не боятся трудностей с достоинством, делая шаг навстречу новой жизни. Герои нашего сюжета призывники Михаил Химорода и Максим Гуевский уже прошли медкомиссию и в прямом смысле собирают чемоданы. Оба молодых человека работают на заводе «Интеграл». Михаил – электромонтер, Максим – инженер-электроник. Служить они будут в разных частях, причем Михаил призывается вместе с братом. Поездка пришла нежданно. Я был в Минске, тут звонок от мамы, все пришла поездка. Мы с братом будем служить в разных частях. Служить я буду под Борисовым в танковой части, а брат будет служить ПВО кинологом. У Максима выбор места службы был предопределен образованием. Выпускнику Белорусского государственного радиотехнического университета предложили в военкомате получить специальность военного связиста. С будущей профессией юноша уже познакомился на курсах по радиотелеграфии в ДСААФ. Вчера экзамен был, все успешно сдали. Теперь можно набирать опыта в армии, работать на этих установках, поэтому полезный опыт будет в дальнейшем. Надеюсь, усовершенствую навыки в приеме. На заводе Максим трудится вместе с отцом, постоянно впитывая его опыт и знания. Алексей Федорович видит только позитивную сторону в предстоящей службе сына. Я спокойно, потому что уверен, что самостоятельная какая-то служба и жизнь, отдельно от семьи, от мамы и папы, ему поможет просто в дальнейшей жизни, потому что сразу все время учился пока, пока и в институте учился, он все время под мамой и под папой, самостоятельности практически никакой. А тут появится какая-то изюминка к самостоятельной жизни, когда он автономно будет уже жить и надеется на то, что он сделает, что он получит и как он это все в дело будет воплощать в жизнь. У Михаила Химорода все мысли тоже об армии. Он считает, что с военным делом ему поможет справиться ответственность, которую приобрел, работая на заводе. В мои обязанности входит ремонт, оборудование, обслуживание, поиск неполадок и устранение их, обслуживание административного корпуса. Это освещение, розетки для питания, сети компьютерной и любой другой сети. Свободное время у Михаила расписано по минутам. Среди многочисленных увлечений – мотоциклы. Парень признается, когда садится за руль двухколесного аппарата, сердце замирает от восторга. Закрытыми глазами может заменить любую деталь. Ремонтирую для друзей, для себя. В мотоциклах я могу разобрать почти все и также собрать это. И после моего ремонта этот мотоцикл будет ходить долгое время. Узнав о любви новобранца к мотоциклам, журналисты телекомпании приготовили для призывника сюрприз – встречу с известным байкером. Анатолий Жагло записал адрес части Михаила, пообещав, что после открытия сезона вместе с друзьями приедет в гости. Помимо мотоциклов Михаил увлекается реконструкцией домов в деревнях. Знакомый утверждает – у парня золотые руки и доброе сердце. За работу не берет ни копейки. Говорит, счастлив, что помогает сельчанам. Приходим, допустим, в старый дом, он весь разваленный, как сарай. Ну и мы из него делаем конфетку, поднимаем его, заливаем новый фундамент, обшиваем внутри, снаружи, делаем вагонку своими руками, двери, окна. Все у меня. Все полностью. Ну что, что могу полностью поднять дом. В общем, оставим за чисто сруб, там все старое вынести, крышу разобрать и заново поставить. Службу в армии молодые люди рассматривают как важный шаг самореализации и возможность открыть новые горизонты, приобрести надежных товарищей. Везде есть опытные люди, которые всегда отнесутся к тебе с умом, увидят твои сильные стороны и не будут трогать твои слабые стороны. Они, наоборот, будут заступаться за тебя, чтобы не обидеть, сделать твой характер более твердым, сделать тебя более сдержанным, взрослым. Армейский коллектив наушит тому, что нужно держаться друг за друга и верить, доверять своему сослуживцу, другу. Уже через неделю и Михаил, и Максим поменяют уклад жизни и статус. Перемены молодых людей не пугают. Вооруженные силы, они идут с серьезной внутренней мотивацией. Парни убеждены, служба в армии – дело настоящих мужчин. Среди тех, кто в числе первых встречает новобранцев в войсках в качестве старшин, командиров взводов или инструкторов – прапорщики. В ноябре их строй пополнился в очередной раз. Как менялись подходы к подготовке этих специалистов – тема нашей беседы с начальником Главного управления кадров Министерства обороны Андреем Савичем. Андрей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Недавно в учебном центре армии состоялся уже 35-й выпуск в школе подготовки прапорщиков. Скажите, а с чего начиналось это подразделение и почему его решено было открыть? В целях совершенствования подготовки военнослужащих министром обороны в 2001 году было принято решение о формировании на базе 114-го гвардейского мотострелкового полка школы по подготовке прапорщиков. В этом же году был осуществлен первый набор военнослужащих для обучения. Обучение проходило по 10 специальностям, при этом срок обучения составлял 5 месяцев каждого набора. За прошедшие годы подготовки данной воинской части воинское звание прапорщик было присвоено 6863 человекам. За время существования школы, о которой мы говорим, военное дело существенно шагнуло вперед. Изменилось ли что-нибудь в этой связи в системе подготовки прапорщиков? Если в 2001 году обучение осуществлялось по 10 специальностям, то в настоящее время осуществляется по 22 специальностям. Кроме того, вместо двух периодов обучения в настоящее время школа набирает 3 набора в течение года. При этом несколько уменьшилось время необходимой для подготовки прапорщиков. Андрей Валерьевич, насколько я знаю, погоны прапорщиков белорусской армии можно получить не только в Объединенном учебном центре? Подобные курсы проходят военнослужащие и в Белорусском государственном медицинском университете, где осуществляется подготовка военнослужащих медицинской службы. Такие же курсы проходят в Белорусской государственной академии авиации, где осуществляется подготовка специалистов технической службы для военно-воздушных сил и войск ПВО. Аналогичные курсы проходят на базе военной комендатуры вооруженных сил для специалистов военно-оркестровой службы. Кроме того, существует возможность присвоения воинского звания прапорщик военнослужащим, сдавшим экзамены по профессионально-должностной подготовке, которые проходят два раза в год на базе того же 72-го объединенного учебного центра. Вы наверняка отслеживаете, как проходит служба тех, кто обучался на прапорщика. Как они показывают себя в войсках, и есть ли среди них те, кто свое новое звание рассматривает, допустим, как ступень к офицерским звездам? Безусловно, дальнейшее прохождение службы находится под вниманием кадровых органов вооруженных сил. В основном, подавляющее большинство военнослужащих проходит свою службу добросовестно, исполняя служебный долг. Наиболее подготовленным, наиболее исполнительным, наиболее грамотным военнослужащим может быть присвоено воинское звание офицерского состава, если они соответствуют установленным требованиям, имеют необходимый уровень образования, а также проходят службу на офицерских должностях. За прошедшие годы из числа, как я говорил, 6800 прапорщиков, в настоящее время присвоено звание офицерского состава более 600 военнослужащим. Спасибо за беседу. А я напомню, у нас в студии был начальник главного управления кадров Министерства обороны, полковник Савич Андрей Валерьевич. В минуты спокойствия, мгновения радости и счастья, минуя невзгоды, горечь неудач, превозмогая боль. Мы всегда готовы прийти на помощь. Мы сами определяем предел возможностей, знаем цену человеческой жизни, цену безопасности, мира, свободы и независимости. Мы сами строим свое будущее, преодолевая трудности и ломая преграды, храня верность традициям. Мы едины, мы сильны, мы уверены в завтрашнем дне. Вооруженные силы Республики Беларусь. Драматическому театру Белорусской армии 15 лет. За этот период творческой жизни коллектив создал немало ярких картин. Уходящий год не стал исключением. Недавно с успехом прошла премьера спектакля «Три сестры». На постановке побывала наш корреспондент Светлана Смык. Постановки, в которых нет жанровых и тематических рамок, давно стали визитной карточкой театра. В новом сезоне коллектив вновь подготовил творческий эксперимент. Необычную трактовку трех сестер. Благодарю вас всех. Я чрезвычайно рад. Кимонный и драматический театр Белорусской армии. И это единственная пьеса у Антона Павловича Чехова о военных. Мы еще давно как-то говорили, что такая вот пьеса есть о военных, и вашему театру она подойдет. Интересная трактовка. При том, при всем, при от Чехова мы не отходили. То есть все по Чехову, но свое. Эмоциональная, яркая, построенная на противоречиях, пьеса с особой атмосферой, заметная театральная работа. Минимум декораций. В основе – актерская игра. Характеры Чехова, яркие и непростые для воплощения, армейским актерам без сомнения удались. Я играю младшую сестру Ирину. Она олицетворяет начало жизни, начало пути. Когда еще так много желаний, так много мечты, так много жизни, поиска цели, поиска счастья, когда кажется, что все впереди, и когда так много веры в то, что все будет хорошо. Это Ольга. Ольга Прозоров. Таких людей. Но вот в судьбе не все бывает так гладко, не так просто, как, казалось бы, могло бы быть. И очень часто они оказываются именно на задворках жизни. А прорываются те, кто сильнее, те, кто проще, и у тех, у кого, казалось бы, ресурс гораздо меньше жизненный. На сцене то и дело крутится волчок, как ось, вокруг которой вращается сюжет. К авторскому прочтению классики зрители оказались готовы. А это значит, что на подмостках театра белорусской армии будут жить три сестры. Мы продолжаем проект «Армия. Сто лет истории». Летом 1944-го Германия ожидает наступления советских войск между Карпатами и Полесьем с намерением нанести фланговый удар с белорусского балкона и окружить группировку Красной армии. 6 июня 1944-го союзники высаживаются в Нормандии. Второй фронт открыт. Но главное событие мировой войны все-таки происходит в Беларуси в ходе операции «Багратион». 16 июня 1944-го года с целью маскировки направления главного удара летней военной кампании Ставка приказала провести разведку боем на фронте от Пскова до Карпат. 20 июня войска 2-го и 3-го прибалтийских и 1-го украинского фронтов начали выполнять эту задачу отдельными ротами и батальонами. Партизанским соединениям Беларуси был отдан приказ нанести удары по коммуникациям, захватить и удержать плацдарм на реке Березина до подхода советских войск. К рассвету 20 июня 1944-го года в тылу группы «Армий Центр» 10 тысяч взрывов полностью вывели из строя железнодорожные коммуникации немцев. Подготовка наступления завершилась к 22 июня 1944-го года. В ночь на 23 июня был передан по радио, а днем опубликован в газетах документ «Три года Отечественной войны Советского Союза». В нем были подведены итоги героической борьбы советского народа. За день до наступления солдаты и командиры могли оценить весь масштаб трагедии своей страны. 23 июня войска 1-го Прибалтийского, 2-го, 3-го Белорусских фронтов перешли в решительное наступление и прорвали линию фронта. Начинался прорыв в операции «Багратион» 23 июня 1944-го года. Вот отсюда, в трех километрах отсюда, между населенными пунктами Перевоз и Языково. Это шестикилометровый участок болотистой местности. Из журнала боевых действий 3-й танковой армии группы «Армий Центр» от 23 июня 1944-го года. В течение сегодняшнего дня в результате боев в юго-восточной и северо-западной Витебска создалось критическое положение. Противник движется в южном направлении к реке Двина, обозначился охват района города Витебск. К исходу 24 июня советские войска взяли в плотное кольцо немецкие части Витебска и окрестностей. Вот два вот этих направления, которые, значит, через два дня замкнули кольцо окружения вокруг Витебска в районе Незилович. В Витебске немцы сосредоточили целый армейский корпус. Гитлер приказал превратить город в крепость. Гитлеровская тактика создания так называемых крепостей, которыми просто объявлялись населенные пункты. В общем-то, конечно, она показала свою полную несостоятельность, хотя так или иначе ее использовали до конца Великой Отечественной войны. Я имею в виду, германская сторона использовала. Но на, так сказать, белорусском участке фронта в ходе операции Пагратион наиболее известными стали так называемая Фестунг, то есть крепость Витебск и крепость Могилёв. Немцы действительно превратили город на Днепре в крепость. Все каменные здания были приспособлены к обороне. Фактически превращены в долговременные огневые точки. Гитлер надеялся, что советское командование бросит на штурм города десятки дивизий, и они увязнут в уличных боях, как увязла в Сталинграде лучшая немецкая 6-я полевая армия фельдмаршала Паулюса. Но генерал Черняховский принял решение взять город в кольцо и принудить противника к капитуляции. В итоге под Витебском образовался первый котёл. Он так и назывался – Витебской. Он сковал 5 немецких дивизий. 24 июня Гитлер разрешил командиру 53-го корпуса, генералу Гольвицеру, прорываться к своим войскам. Но было уже поздно. Из донесения генерала Фридриха Гольвицера 24 июня. Обстановка полностью изменилась. Окружён полностью. Большая часть войск уничтожена. Соединения 3-го Белорусского фронта вошли в Витебск. Завязались упорные уличные бои. Одной из важнейших задач был захват моста через западную двину, при этом не допустив его подрыва. И это удалось сапёрам под командованием сержанта Блохина. Немцы успели зажечь Бигфорда в шнур. Но, как вспоминают очевидцы, Блохин добежал до заряда и в последний момент успел выдернуть запал. Мост был спасён, и по нему пошли советские танки. Окружённая немецкая группировка предприняла попытку вырваться из кольца, использовав для этого самый варварский способ. В районе деревни Заозерия гитлеровцы пустили впереди себя живой щит из стариков, женщин, детей. Советские войска без единого выстрела пропустили сквозь свои боевые порядки людей и безжалостно уничтожили фашистов в рукопашной схватке. 26 июня 1944 года, после ожесточённых ночных сражений, Витебск был освобождён. Советский флаг над городом водрузил комсорг одного из батальонов 157-й дивизии младший лейтенант Сергей Якушин. Практика показала, что, например, и в Витебске, и в Могилёве германское командование, просто поняв бесперспективность дальнейших оборонительных действий, они стали просто незачем. Они просто капитулировали. В ходе Витебской операции советские войска продвинулись на 80 километров, освободили десятки белорусских деревень и посёлков, создали прочные условия для наступления на Минск. Из письма президента США Рузвельта Сталину «Сообщение о вашей победе под Витебском весьма меня обрадовало. Поздравляю вас лично, а также вашу доблестную армию. 28 июня 1944 года». Тремя днями ранее, 25 июня, советское командование бросило в наступление 5-ю гвардейскую армию генерала Ротмистрова. Танкисты двигались через Толочин и Сино на Борисов. Фронт на этом участке был разорван полностью. Впереди был Минск. Немецких генштабистов охватил ужас. Путь на Берлин открыт. Новый командующий группой армии «Центр» генерал Модель предпринял несколько попыток остановить лавину советских войск, но они оказались безуспешными. Об этом мы расскажем в следующих сюжетах проекта «Армия. Сто лет истории». Вы смотрели «Арсенал». С вами был Владимир Бурко. Следите за актуальными армейскими новостями на сайте воентв.мил.бай и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Всего доброго. До встречи на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин